Дом 2 Новые правила, новые чувства. Старые участники больше не смогут никому помешать. У них есть все, кроме главного. Право голоса. Дом 2. Новая любовь. Здравствуйте, я Ксения Собчак. А я Ксения Бородина. И это телепроект Дом 2, где одинокие сердца ищут друг друга. Многие наши давние участники создали новые пары и теперь вовсю стремятся доказать, что их чувства искренние. Антон нашел свое счастье в Лейле, а вот солнце принимает ухаживание Германа. Ну а кто из наших пар по-настоящему влюблен, мы узнаем только вечером. Ведь сегодня ребята будут распределять пятизвездочные домики. И здесь не может быть компромисса, потому что в домик заселятся только те, кто действительно это заслужил. Наступил 784-й день нашей телестройки. Вчера в лагере был праздник. День рождения Виктории Карасевой. Руслан весь день готовил для нее сюрпризы. Писал поздравления и надувал шарики. Кульминацией торжества по сценарии Руслана стало купание именинницы в бассейне. Это и испортило весь праздник Виктории. Новенькая Ада решила переключить свое внимание Сергея на Вадима. Он ей нравится, несмотря на то, что находится в паре. Оля Моцак не считает Аду соперницей, потому что уверена в своем молодом человеке. А Сергей стал сильно нервничать из-за неудач на любовном фронте. Он считает, что его бывшая девушка просто навела на него порчу. Герман тоже преподнес подарок девушке своей мечты – солнцу, кольцо с бриллиантом. Только Герман не приурочил это какому-то торжественному случаю, а сделал такой жест просто так. Я специально, вот я сижу, такие вот у меня глаза, и смотрю на него. И он мне дает знак. То есть симпатия есть однозначно. Потому что если бы ему нужна была Ольга, и я бы ему не нравилась, но не было бы такого взгляда. Ты доверись мне? Ну, я просто, знаешь, я все делаю технично, и ты просто увидишь сам. Вот реально увидишь, что я сейчас не преувеличиваю ничего. Я тебе говорю, мы весь вечер. Я сейчас, знаешь, как делала? Я специально вот сяду вот так напротив него, так вот смотрю, смотрю, и он смотрит на меня. В глазах и страсть, и нежность, то есть все, что нужно. Все, что нужно. А мне этого достаточно. Ну, приедем, поспишь зато. Я за то и так бы в пустыне была, Герман. И за то, и за это, и вообще за трое суток. За то, поспишь, мне нравится. Ну, я имею в виду, хороший сон будет, понимаешь? Знаешь, он у меня и так был бы неплохой. После трех суток без сна он был бы у меня прям, м-м-м. Вот так, тем более после дня рождения. Ух! Доброе утро! Страна! Все, и просто, знаешь, как крепкие-крепкие. Ничего там крепкого нет. Я, все, я решила. Я за него боролась. И причем он мне, знаешь, он мне нравится. Вот реально нравится. Ну что, все практически собрались на стройку. Даже Лиза пришла. Лизочка, ты тоже будешь сегодня работать? Лиза сегодня будет у нас замешивать цемент. Поможет ей в этом Семик, поможет ей в этом Андрей, Степа, Май и Антон. То есть все мальчики сегодня будут, включая прораба-девочку Лизу, мешать цемент. Да, да, здесь, здесь. Вот берем ведро. Все, я начинаю. Девочки, что вы как сонные мухи стали? Говорю, начинаем. Вот ведро, вот работа. Материал есть, все есть. Идем сюда и работаем. Нельзя. Ауч! Кто кидается? Май. Ань. Ну ты ошалел, что ли? Я приспущаю в глаз прямо сейчас. Слышишь еще раз. Ну а что ты кидаешься? Не надо кидаться, больно. Слышишь ты? Я тебе сейчас цемент посажу, если ты кинешь в меня. Потому что я в тебя... Нравильно ты себя чувствуешь? Я в тебя не кидал, понятно? Что ты улыбаешься? Это ты кидаешь. Я не кидал в тебя. Сэм, он кидает? Он. Я не кидал в глаза, посмотри вообще. Смотри, ну ты... Май, иди нахи. Май, иди нахи. Май, иди нахи. Сюша, от женской логики есть. Да, конечно. Бери мне. В мужской логике. И подумаем, кого сейчас с нами нету. Оскара. Нет мозгов у Бородульки. Нет мозгов. Почему нет мозгов? Кого нету? Да все здесь. Давай работай, Бороданя, не отвлекайся. Чуева нету. Кого? Чуева. Какого Чуева? Чуев. А его никогда не было. А где Чуев? Иди на колени, сначала передо мной извинись. Ян, где Чуев? Ян, где Чуев? Так, я тебя сейчас пытать буду. Чуев, выходи! Иди сюда, быстро! Выходи, Ян, за ноги пиздесятся. Так, если ты не выйдешь, через две минуты сюда, я и зарежу горло. Все, я зарежу горло. Я согласен. Только мы с тобой будем биться один на один. Да. Да, с тобой! Ой! О, ничего себе, Паленька. Круги рисовать. Давай еще. Давайте еще суть. Давай. Приходит же медленно, я же не буду ей убираться. Что, Оля, медленно? Между тобой, Оля, двойка, двойка. Поехали, купасы! Сдавайся, подлый трус! Сейчас я сдамся. Лиза, оховайся! Степа, еще! Лиза, Степа, ну прекрати, Степа! Лиза! Лиза, мне нравится, как я. Лиза, просто. Я не знаю, куда сперта. Лиза, что ты делаешь? Лиза, я защищу вас! Я защищу вас! Женщины, я судю, нам в разгуру! Я защищу... Лиза, ты холодная сумка! Лиза, ты холодная сумка! Нет, вам быть не женщины теперь подойдут? Нет, мы сильнее, мы не боимся! Лиза, ты обрызгали! Лиза, ты обрызгали! Только вы на канале ПЕН-ТЕН! Антон против струи! Лиза, победительница, тру! Лиза, победительница, труда, украина. Все мы здесь п***, не искренние, которые постоянно вам хотим насолить, а вы святые, которые со всеми корректно разговариваете, со всеми корректно обращаетесь, никого не обсидываете. А мы с каждым днём в ваших глазах всё хуже и хуже, потому что мы самые главные лицемеры. Ты знаешь, мне ваши рассуждения издали напоминают рассуждения Биби и Пипи, когда они говорили о лицемерии. Лилочка, ну вот расскажи мне. Сегодня у нас голосование по вселению вип-домики. Будьте с Антоном прийти? Нет. Почему? Мы общаемся три дня, нас никто даже не заселит. Ну почему ты так уверена? Ребята так не любят Алёну с Маем, что хотя бы им назло могут вас. Ну где-то через недельку, через две, я думаю, нормально. Ну что, ты не чувствуешь пока, что ты готова или боишься, что не заселит? Чему больше? И то, и другое. Ну мне кажется, с Антоном у вас всё так стремительно развивается, всё прям так быстро. Быстро, да, я сама не ожидала, кстати. Ну он прям на тебя так конкретно запал, да, по-моему? По-моему, да. Ну он тебе действительно по-настоящему нравится? Или ты уже стала чувствовать, что тебе с ним скучновато? Нет, между прочим, вообще ни на минуту. Мне даже, наоборот, без него скучно. Вчера было. Иногда уходил себе, мне Оля, так и хватит, хватит. Такое общее мнение в лагере, что он зануда, ты не разделяешь. Вообще, я ни с кем это не разделяю. Я, наоборот, всем доказываю, что вот они ошибаются. Ну вы пока там что-нибудь делайте, ребят, я пока покушаю, нормально, нормально всё. Мы пока на себя посмотрим. Мы пока покушаем. Да, вы пока понаблюдайте. Тема сегодняшнего нашего разговора – это заселение веб-домики. Ребят, сейчас хочу спросить, кто претендует? Ну, естественно, Стёпа Боня претендует, Андрюша с Яночкой претендуют. Дальше кто у нас? Майя, Алёна претендует. Антон, ты претендуешь сегодня? Нет, да? Я не сказал. Антон, если бы ты сегодня заселялся с Лейлой, да, ты бы претендовал именно на второй домик? Чуй, полочки, неразделимо. Боня, Стёпа. Ремонт. Ремонт. Тоже неразделимо. Поэтому второй домик, да. Антон. Ну, на этом голосовании я хочу сказать, что я лучше проголосую за пару Майя с Алёной, потому что мне хорошо и без них, в общем, да. Май, вот давай сначала выскажись, как ты думаешь, всем так нравится ваш домик или очередной способ, да, есть возможность, понимаешь, выселить Майя Алёну из домика, опять же, насолить, сделать больно и так далее? Ну, думаю, Майя Алёна не пропадут и в общем домик, если вдруг ребята решат, что какая-нибудь пара, однодневка или там неделька. Ты считаешь? Захотят въехать в вип-домик, проверить свои отношения. Если действительно ребята сочтут, что пара нуждается в том, чтобы проверить отношения, а не спасти свою с иммунитетом. Солнце! Я велосипедист! Сейчас. Ну, а солнце досталось. Вот, все. По поводу заселения в вип-домик, сегодня будем претендовать. Да хочется мне просто, интересно. Что тебе интересно? Заселимся мы сегодня или нет? Как сегодня реагируют? В прошлый раз говорили, что проверьте ваши отношения недельку и потом заселят. Ну, нет, как бы я бы у Ольги влюбим признался, но еще рановато чуть-чуть. Я все-таки считаю, надо бы заселиться в вип-домик и проверить наши отношения там. Как проверить отношения в этом? Как проверить? Физически. В каком плане? Физически? Ах ты какой! Ты знаешь, отношения проверяются физически после того, как в любви признаются. Ах ты какая! Нет, ну бываешь же. А ты хочешь физически нормально, а потом как? А потом до свидания, извини, я не влюбился, да? И что? Боня, ну вот а ты что думаешь? Вы же действительно живете дольше всех со Степой в домике. Даже то, что мы живем дольше всех, все равно мы живем недавно. Поэтому месяц это ничто. Если взять до этого, сколько люди жили в домиках, там минимум 4 месяца и полгода, то мы живем месяц. Ну почему никто не говорит о том, что я хочу заселиться в первый вип-домик, где живет Степа и Боня? Потому что на самом деле, если логически подумать, то Чуев с Яной уезжали, они жили до этого там. Алена живет сама лично, пусть она меняет там как бы партнеров, но она живет в этом домике еще дольше, знаете? То есть мы живем со Степой вдвоем, заселившись там меньше всех, по идее, по логике. Но судя по правилам местным, то больше всех. Я на самом деле хотела бы, чтобы все осталось так, как осталось. И я уже сомневаюсь в паре Вадима и Ольги, потому что Вадим жалуется на Ольгу, говорит, что ему недостаточно внимания, она уделяет, что она холодна с ним. Поэтому я думаю, что нужно еще проверить их временем, и я уверена, что может быть даже наша ада отобьет вообще Вадима у Ольги. Солнце, ты будешь за нас голосовать, а, за население? Просто есть желание Майи с Аленой выселить и нам въехать туда будет хорошо. После вчерашних высказываний Алены, я в принципе... Да, что она тебя вообще обижает постоянно? Обижает? Меня фиг обидишь. Она меня не обижает, она постоянно цепляет. Она хочет зацепить, да. Она не ругает вообще никак, да, ничем, абсолютно. Она высказывается, наверное, такими вещами непонятно. Заметь, ну ты красиво вчера вообще поставил ее на миксер, момент, да. И сказать не знает чего. А я сказала, это был последний раз, когда речь шла о вербальном урегулировании конфликта. Ить! Ить! Мне кажется, вот на самом деле, я просто заметила это, Ольга реально холодна к Вадиму. А ему нужно тепло, ему нужно внимание. Вот мне кажется, ему этого не достает. И даже вчера я видела, что у них, в принципе, ссоры не было, но были какие-то конфликты, они решали вопросы по поводу их отношений. Вот что-то у них не клеится. И самый такой важный глобальный момент, за который я зацепилась, я вижу со стороны Вадима симпатию. К тебе? Да, да, я вижу. Потому что каждый раз, вот когда мы где-то сидим, я обычно там сажусь напротив. Он смотрит в глаза и не просто так, то есть постоянно. Жанна? Вообще-то он на меня смотрит. На тебя все смотрят, Жанна. Жанна, Жанна, ну как это? Расскажи нам, пожалуйста. Да, в основном, куда я не зайду, он постоянно за мной бегает, и говорит, Жанна, там... Мне кажется, что Вадим хочет со мной создать отношения. Мне так кажется. Ален, ну вот смотри, сегодня будет голосование за вип-домики. И, слушай, ну одна пара будет абсолютно точно с вами конкурировать. А может быть, наметится и вторая, скажу тебе так по секрету. Да я не удивляюсь, потому что каждое заселение пытается все выселить нас. Хотя мы там живем недавно, встречаемся недавно. Это каждая, Ксюха, вот серьезно. В прошлый раз я нервничала, переживала там. Потом ходила, как ребенок, радовалась тому, что мы остались там жить. Ну это же ты сама понимаешь, с чем связано. Это идет отношение к вашей паре, а не из-за того, много вы там живете или мало. А кому какое дело? Почему такое отношение к нашей паре? У меня вот нет никакого отношения к любой другой паре. Ну не знаю, это вот такое уж мнение сложилось в лагере. Это же так получилось. Ну ты же знаешь что, вас недолюбливают ваши пары. Странное мнение, потому что мне кажется, лучше бы ребята занимались чем-нибудь. Но они занимаются, но это не мешает им вас не любить. Это же вещи незвязные. В прошлое голосование там за домики Боня пыталась за счет нашего домика там реализовать свои эксперименты какие-то в области других отношений. Там это кто там был? Вадим, да? Пыталась там заселить. Вот я считаю, ребятам нужно заселиться. Я говорил, что это нужно делать за счет там своего жилья, если у тебя есть такое желание. Либо говорить честные аргументы, какие есть на самом деле. Вот все, что сейчас говорили, я считаю там неискренне. Потому что действительно искренний аргумент, это когда человек говорит, мне там плевать на всех. Я хочу жить, а остальные там пусть вот... Ну вот ты таким образом решил отомстить, да? Что хотят, то и делают. Дальше. Я не перебивал тебя, Степа. Я просто, я тебя не перебиваю, я в паузе вставил вопрос. Вот. Или там, я хочу спасти свою задницу перед голосованием. Или я хочу сделать там ближе каких-то людей, отлизать кому-то задницу и помочь там подтянуть к себе народ. Вот это настоящие аргументы. Это то, что есть на самом деле. А пока иносказательно говорят со мной, я точно так же иносказательно буду говорить, что там Боня со Степой живут дольше всех. Приводить какие-то плачущие, там, раздирающие аргументы, там, Степа. Так яростно говорил о дружбе там со мной, да? Что сейчас пытается выйти из домика. Он не пытается выйти из домика. Мать, еще. Мы вообще не хотим голосовать, чтобы кто-то раздавал. Мне просто не нравится, когда вы с Аленой на парке говорите все время, а то, что мы... Мне просто не нравится, когда люди не говорят то, что думают на самом деле, а пытаются выглядеть лучше, чем есть. Всем охота быть святыми здесь. Мать, а вы святыми больше всех охота быть здесь вам, Аленой. Вы самые святые здесь. Вот по вашим рассуждениям, по вашим высказываниям, все мы здесь г***и искренние, которые постоянно вам хотим насолить, а вы святые, которые со всеми корректно разговариваете, со всеми корректно обращаетесь, никого не обстанете. А мы с каждым днем в ваших глазах все хуже и хуже, потому что мы самые главные лицемеры. Ты знаешь, мне ваши рассуждения издали напоминают рассуждения Биби и Пипи, когда они говорили о лицемерии. Я не знаю, Андрей, вот мы же поговорили на лобном месте, давай держать с тобой какую-то дистанцию. Я тебе еще раз говорю, мне неприятно. Мы поговорили на лобном месте, ты идешь с Аленой в домик и говоришь Алене, что чуй испугался. Да я испугался, я испугался, я испугался, я пообщался, как с человеком, тебе наделали, ты там заборная, еще мне тут втирает стоишь. Слышите, чуешь, что-то орет опять Алена. Стракивали. Чего ты нервничаешь, а? Ну там май просто один. Чего ты нервничаешь, перестань себе нервничать, сейчас все будет нормально. Мы по-человечески начали говорить, что типа, там, Майя начал, вот там, типа, вы все лицемеры, это какого. Не можете нам правду сказать, что типа, вы хотите нам советовать. Если бы мы хотели, мы бы говорили, что Моцик и Вадим это супер пара. Сегодня бы вы выехали из домика. А все сидят и говорят, что это какого, ну, в их отношения не верят, в Моцик и Вадима. Да нет, там нет отношений вообще-то, что. Лизонька, привет, моя девочка, привет. Отпустите меня. Ты что, замерзла, что ли? Привет. Здравствуйте. Чего ты? Не далась? Не далась. Я не далась, Ольга. Не далась? Как тебе? Я дамся. Лиза, герой. Держи, зажиря. Держи. Сережа, ну вот мы с тобой вчера говорили по поводу порчи. Ага. Ты по-прежнему думаешь, что вот на тебя наложили какой-то глаз? Да, я думаю по-прежнему. Думаю по-прежнему. А как ты себя чувствуешь сегодня? Ты знаешь, пока чувствую себя хорошо, но... Ну а в чем это проявляется? Что значит наложить? Ну клонит в сон и все, понимаешь? Клонит в сон. Ну может быть ты просто как-то так здесь чувствуешь, что тебе не особо тут интересно? Нет, 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 это не из-за этого. Я не знаю, что это такое, но мне клонит в сон постоянно. Ну слушай, ну вот как ты рассказывал, просто девушка, которой ты там никогда с ней не общался, не виделся, зачем ей это нужно? Я не знаю, Ксюш, я тоже не знаю, я не понимаю эту ситуацию, но мне кажется, что это с ее стороны идет все-таки, потому что человек угрожал. Может быть ты сам себе внушил, что у тебя это происходит, а на самом деле всего этого нету? Может быть это плод твоих фантазий? Ну конечно сильная штука самовнушение, да, но тем не менее, тем не менее, заехал сюда, прилетел и бац, мне вот такое вот состояние. Привет. Как вы сегодня отдохнули? У меня вот такие очки были на фотосессии, вот на этой, на финальной, на конкурсе. Да? Слышите, говорите? Девочка, говоришь, что ты на меня смотришь, мужской изглазом, что у нас есть спать друг друга, что ли? А, да? Да, я лежала. Это она себе все придумывает. Ну, обычно, потому что я стерялась, спасибо. Да. А зачем вам это? Я сейчас подошла. Ну, у меня тоже, у меня все там впечатли. Она перестала всякую руку на уши отследить. Полная ерунда. И я ей скажу еще к тому же. Ты что, так я заморожила? А то из-за этих слов, у них тут, видишь, какие-то начинаются разговоры, что я на другую смотрю, на третью смотрю. Ну хорошо, а с девчонками? Что-то тут у тебя складывается? По-моему, нет. Нет, не складывается. Что в первый раз Жанна, да, что вот Аделина пришла. Жанна, ну, дитё малое, Аделина, я просто и не верю. Наверное, всё-таки надо ещё одному побыть. Ну, может быть, здесь это просто не твоё, Серёжа? Разобраться. Может быть, не моё. Может быть, не моё вполне. Ну, поэтому я вот тоже считаю, ты подумай сам. Потому что, ну, смысл здесь быть, если ты целыми днями спишь, ребята с тобой не общаются, по-моему. Ну, очевидно, что они так и так против тебя все будут голосовать. Может быть, есть смысл тогда уйти самому и сделать это как-то так, что и тебе будет комфортно, и ребятам. Потому что, ну, действительно, не всем здесь нравится, не всем здесь хорошо. Это же нормальная ситуация. Может быть, это просто действительно не твоё. Может быть, а может быть, надо просто действительно съездить домой и разобраться с мыслями своим мужем дома. Ты внушаешь людям, что Вадим вот такой, он смотрит на всех баб. Теперь у него такая репутация. Я не хочу, чтобы у моего молодого человека была такая репутация именно здесь. Понимаешь? Нет, подожди. Потому что я в нём вот только-только начинаю становиться быть уверенной. Подожди, Оль. Оль, ты сейчас выразилась неправильно. Смотрит на всех баб. Вот этого мной сказано не было, потому что это неправда. С помощью таких, как ты, и, допустим, Жанна, которая сама себе напридумывает и говорит это, это выглядит именно так. Ну, я не знаю, как это выглядит. Я просто дала себе смотреть. Но ты понимаешь, что я не хочу, чтобы ты так говорила. Я понимаю, что ты не хочешь. Я не хочу, чтобы ты жила в мои отношения. Я не хочу, чтобы ты мои отношения обсуждала на каких-то разговорах. Если тебе нравится, Вадим, ты можешь об этом говорить. Но не говори о том, что у вас между тобой и им есть какая-то симпатия. Хорошо. Я не хочу, чтобы это слушать вообще. Ольга. Если я ещё раз это услышу, я буду разговаривать по-другому. Я вот всегда восхищаюсь этой парой. Ну, пока они вот существуют. А кто ещё завидует паре Алене и Майе? Все. Поднимите руки, ребят. Кто завидует этой замечательной паре? Ну, видишь, сколько у вас завидующих. Солнце, а почему ты руку не поднимаешь? Я вот не говорю. Ты что, не завидуешь? День начинался, как обычно. А у Антона развивается страстье с огненной скоростью. Встречайся, Ксению и сообщай, Ксению и Бородину. Ну, что, Жанночка почти без пяти ошибок сказала подводку. А это значит, что ничего хорошего на ломном месте ждать не приходится. Ну, что, начнём мы, наверное, с самого интересного, конечно же. У нас всё так меняется быстро. И хочется спросить у Солнца, которая теперь стала блондинкой, видимо, чтобы не походить на рыжую Алену, у Германа, у Моцак и у Вадима, как они съездили на свидание? Ой, супер съездили. Сегодня покатались мимо прекрасной речки, даже немного зашли туда. На чём катались? На велосипедиках, велосипеды горные были. Хорошо, Вадим, как ваши отношения развиваются, я смотрю? Развиваются в лучшую сторону. Никакая другая женщина тебе не нужна? В данный момент совершенно не нужна. Ну, может быть, тогда мы прямо вот с этой замечательной нотой перейдём к нашей следующей теме, которая, конечно же, голосование за ВИП-домики. Вы готовы объявить себя парой? А почему нет? Конечно. Скажи, парой, которая готова въехать в домик. Конечно. А вместо кого собираетесь езжать? Рассчитывайте, вместо кого? Мы бы заехали во второй домик. Вместо Алены и Майя. Так, хорошо. У нас какие-то ещё есть претенденты? Алена и Майя, вы будете претендовать? Может, сразу уступите? Нет, нет. Мы ещё пока поживём. Ну, поживём не знаю. Поживём – это очень сомнительно. Главное, поборетесь или нет? У меня сегодня разговор был на стройке. Всё-таки благородный. Я думаю, поживём. Ну, мне как раз сказали, что благородный, неблагородный. Но как раз вот параллельно стройке мы разговаривали с Аленой. И всё-таки, видимо, я была права, что недолюбливают вас как-то ребята здесь. Вот Алена я уже спрашивала и услышала ответ. Мне бы хотелось услышать от тебя. Почему так происходит? Как ты думаешь? Ну, знаете, Ксения, не грех ответить словами Соломона. Всё проходит, пройдёт и это. Я могу только надеяться, что всё когда-нибудь пройдёт. Ну, Майя, ну вот я считаю, что в вашей ситуации есть два выхода. Вот на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь. Первый выход – это действительно вот та позиция, которую вы сейчас выбрали, что ну, нам наплевать, пусть относится так. Мы любим друг друга, мы строим свою любовь, а на мнение остальных нам по барабану. Это позиция, и её можно уважать. Но тогда непонятно, зачем здесь жить. Есть другая позиция. Да, нас, может быть, кто-то не любит. Да, есть общественное мнение, которое против нас. Но мы готовы это переломить. Мы готовы постараться наладить отношения с этими людьми. Мы уже повзрослели, и переламывать, как ты говоришь, ты использовал этот термин, мы не будем. Ну, а почему не попробовать наладить отношения с ребятами? Можно добиться одних и тех же целей разными способами. Вот на сегодня я считаю, что многие из ребят заблуждаются. И это бывает иногда. Люди иногда совершают ошибки. Хорошо, но почему, Майя, почему заблуждается так много людей? Почему даже твой друг Андрей Чуев, получается, заблуждается? Почему люди, которые по-настоящему близки к тебе и по-настоящему тебя любят, почему даже они стали заблуждаться? Слушай, мне сложно назвать эту причину. Если ребята узнают ответ, пусть скажут. Самое главное для меня, что я не осуждаю ребят, не желаю им зла. Это их выбор. И еще главное, что мы с Аленой надеемся, что когда-нибудь эта ситуация изменится. Еще раз все говорим. Степ, ну ты согласен с тем, что вот общая такая атмосфера в лагере, что почему-то Алену с Майем, их пару, воспринимают вот как-то с какой-то долей сомнения и даже негатива. Да, им завидуют. И еще они делают так, чтобы все за счет их пиарились. Это сознательная такая тактика. Ты тоже завидуешь, я думаю? Я? Мне кажется, что ты завидуешь. Знаешь, зависть отличается от восхищения тем, что восхищается человек открыто, да? И я вот всегда восхищаюсь этой парой. Ну, пока они вот существуют. А кто еще завидует паре Алене и Майе? Изминяя. Все, поднимите руки, ребят. Кто завидует этой замечательной паре? Ну, видишь, сколько у вас завидующих. Солнце, а почему ты руку не поднимаешь? Я вот не поднимаю. Ты что, не завидуешь? Не завидуешь? А чему завидовать-то? Ну, как, они всеми обнимаются, целуются. Они не серые мыши, они яркая пара. Ксюшенька, на глазах все меняется. Вот ребята в обед ругались, кричали, сейчас уже шутят, да? Это же хорошо всегда. Май, кстати, помирился с Андреем? Ну, в принципе, у меня с Андреем не ругался. Судя по лицу Андрея, я думаю, вряд ли. Я думаю, в этой ситуации не ленюсь повторить, что только две формы, может быть, существования у нас с Андреем, да? Это либо прежние отношения, вот как раньше, да, там, с общей атмосферой веселья, либо нейтралитет. Я не хочу войны с Андреем, больше того, я не хочу войны с кем здесь. А может быть, он хочет войны с тобой, откуда ты знаешь? Мне не нужна война с Маем, абсолютно. Просто, когда у нас были те отношения, вот, когда мы относились друг к другу с весельем, я относился к Маю, там, хоть он мне и говорил, что я ему не друг. Я относился, хотел, по крайней мере, относиться к нему как к другу. И раньше не было со стороны Мая таких высказываний, что Андрей так говорит на лобном месте, когда мы с Янкой приехали с круиза из-за того, что я его боюсь, понимаешь? И мне непонятно, как я могу относиться по-прежнему с теми же чувствами и с тем же отношениями, как я относился после этих высказаний. Чего мне бояться? Ты мне скажи, чего я боюсь? Давайте я поясню следующую вещь. Я не говорю, что ты боишься меня. Ты боишься новой информации. Новая информация. Ты приезжаешь, и для тебя новая информация. Алена, май, вместе. Вот если сейчас выйдет сюда огромное чудовище, пяти метров высотой, лохматая, да, естественно, каждый из нас здесь испугается. А окажется, если мы познакомимся, что это самое доброе и милое существо на планете. Вот и все. Нет, Май, Май, я не мог этой информации бояться в силу того, что после того, как вы стали парой, я узнал это через день. И поэтому мне, чего мне бояться? Какая новая информация? Это новая информация, с твоих слов. Уже было 23 недели. Поэтому для меня абсолютно не нова. Для меня, Горад, ты вот говоришь, что увидел огромное чудовище. А на самом деле, когда копнул, это не чудовище, а прекрасное, там, доброе, пушистое. Вот я это прекрасное, доброе и пушистое пока не вижу. Потому что даже по вчерашним я... Если люди хотят быть ближе к коллективу, то они не будут по каждому поводу язвить, а пытаться наладить какие-то отношения. Да, или опять же не нужно жить в этом коллективе, что тоже, в принципе, выход. Не мечтай, Ксения, конечно. Так, у нас есть пара Май-Алена, пара Вадим-Ольга, у нас есть пара Виктория и Степан. Они живут дольше всех. Запомните, ребята. И также у нас есть пара... Больше нету. Пар больше нету на сегодня. Ну, хорошо. Мы сказали вас, вас назвали. Яна и Андрей сказали. Не назвали. Яночка и Андрей у нас, конечно же, тоже могучая, мощная пара. Не будете, ребят, пока претендовать? Нет. Будете жамкаться по углам пока. Прикольно. Хорошо. Замечательно переходим к голосованию. Начинаем мы с нашей замечательной Жанночки. Жанна, еще раз. Против кого? Почему? И дальше передаем микрофон. Степа и Боня, потому что против Андрея и Яны я уже голосовала, вот решила. А с Аленой просто одинаковый цвет волос, да? Хорошо. Спасибо, Антон. Я за то, чтобы оставить, как есть все. Против Оли, соответственно, и Вадима. Ты молодец, наконец-таки. Начался интеллектуальный рост. Антон, я хочу вам поаплодировать. Антоша, наконец-таки. Столько тебя учила, учила. Вот пришла Лейлочка, и сам все стал вообще. Молодец. Ну, неделька еще другая пройдет. Пусть все остается так, как есть. Ну, замечательно. Солнце. А я сегодня, в отличие от Антона, хочу опуститься и проголосовать против пары Майя и Алена. Замечательно. Ну, конечно, должен хоть кто-то из вас завидовать. Так, Герман. Вместо Алены и Майя. Ой, молодец. Боня. Я хочу, чтобы осталось все, как прежде, против Ольги и Вадима. Степа. Потрясающе. Я как Боня. Я вас люблю, замечательные мои удачи. Держитесь. Только можно об этом говорить. Плакат напиши. Сергей. Я за заселение Вадима и Ольги. Я вижу, что ребята уже готовы, и им надо проверить. То есть против Алены и Майя? Нет, против Степаны и Бонни. Потрясающе. Вся выбор, выбор был очень сложный. Даже моя зависть не помогает. А мне бы хотелось, чтобы заселились Вадим и Ольга, и голосую против Алены и Майя. Спасибо. Понятно. А я голосую за то, чтобы оставить все как есть. Против Вадика и Оли. Май. Мне тоже очень все нравится. Я как Алена. Ольга. Я как обычно. Совершенно так же. Алена и Май. Спасибо. Яна. Против Алены и Майя. За Вадика и Олю. Андрей. Я так, чтобы как есть, так оставалось. Все-таки решил до конца не ссориться. С Маем все-таки боится Андрей Чуев. Все-таки боится. Побаиваюсь. И так, благодаря боязни Андрея Чуева и подкаблучности Степана Меньшикова все-таки зависть и все остальные эмоции, которые испытывают к паре Алены и Майя, взяли верх. И мы, ребята, перевесом всего лишь в один голос. В один Янин голос. В один Янин голос. Не зря ты ее недолюбливала, Аленочка. Вас выселяем. Ален, тебе есть что сказать по этому поводу? Я думаю, что нам везде будет хорошо. И мы какое-то время поживем в доме, да? И потом, когда эта пара распадется, мы заселимся в наш доме. Ты думаешь, они распадутся? Конечно, я уверена в этом. Думаешь, это не настоящая отношения? Я уже все сказала. Я сказала, что я так думаю. Ну, увидите. Ну, мы действительно увидим. А сейчас давайте все посмотрим пристально на Сергея. Я знаю, я чувствую, что ему есть что нам сказать. Вот что я хочу сказать. Я сегодня ухожу. Как так? Как Ельцин прям. Я устал, я ухожу. Да, у меня болит сейчас голова просто. Ребят, давайте пофатишку, пожалуйста. Ладно. Сережа, сегодня я ухожу. Я хочу вот что сказать. А почему, Сережа? Мне очень душевно плохо. Почему ты принял все-таки такое? Я принял решение. Я больше не могу здесь находиться. И для меня это будет лучше. Ну что ж, Сереж, мы надеемся, что ты… Я хочу еще пожелать ребятам… Да, тишина. Чтобы они друг друга любили, все-таки искренне. Всем парам счастья. За кого ты будешь болеть, Сереж? Я всех пар очень… Все пары мне очень интересны. Я буду болеть за Андрея с Яночкой, за Алену с Маем, за Вадима с Ольгой, за Боню со Степаном, за Сэма с Настей. То есть за Викторию с Русланом. Все пары… Да, я не могу выделить. Почти забыли. Виктория будет в дорогу. Все пары… Ну хорошо, Сереж, мы тогда тебе тоже желаем, чтобы ты поправлялся и надеюсь, что если есть такие люди, действительно, которые желают тебе зла, то судьба их обязательно покарает. Так что давайте мы будем провожать нашего Сережу и увидимся с вами сразу после рекламы. Ну вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Пятнадцать минус девять – это шесть, значит, да? Голосов за то, чтобы осталось все, как есть, больше на один, получается. Все наоборот. Ну, все нормально, все остается. Все остается, давай, встанется все, как есть. Подожди. Походите в дом. Меня же здорово. Сейчас, сейчас, остойте. Ты что? Зачем ты людей делаешь шесть, ты зачем-то плачешь на глазах? Я с тобой хочу жить. Ну, Виктор Петрович, все хорошо. Это уже хороший признак, посмотри. Обычно плохих людей, встанут на окраины, куда-то. Просилы сберут с тобой в общую семью, значит, может, мы не такие плохие, отказаться. Ну, все хорошо, всего есть плюсы. И в этой ситуации тоже. Ну, что страшно, все пройдет. Тихо, тихо. Вот вы тут, бедный, вот знаете, что, только вам не завидую, бедный, что вы тут будете жить с Майей, с Аленой. Там и Антона уже досталась. Алена подошла и ему сказала, ну, все, берегись. Антона? Да. Нет, ну, такие, как Герман и Жанна, они не дадут расслабиться. Нет, вообще, я в шоке. Кому расслабиться? Им. Она сказала, что они... Да, ты слышишь? Нет, а я уступлю своей кровати. Она мне говорит, уступи, значит, в пятницу вместо тебя. Я, наоборот, ее всегда поддерживала. А она мне сейчас такое заявляет. Ну, вообще, вообще, просто сейчас в шоке. Не съемь, Базар. Когда было сегодня, ну, в смысле были разговоры, я реально не знала вообще, за кого голосовать. Я говорю, а кто здесь самый такой старенький, кто живет долго? Мне сказали, Степа и Боня. Но я не могла, ну, против них голосовать. Когда уже пошел голос, Вадим, вы... Я просто реально стормозила. Алена и Майя. Я просто не знала, что Янка проголосует. Я бы тогда сказала, просто Степа и Боня, потому что их бы... Ну, слушай, раздумай. Их бы тогда реально бы не выселили, понимаешь? Хорошо, Адочка, я теперь... Нет, просто знаю. Я сделала выводы, что я тоже могу как-нибудь стормозить на Жанском ГС. Ну, нет, Алена, это твое право. Это не угроза. Просто если мне нравится человеку, то я буду его поддерживать. В любом случае, никогда не сможем. Алена, по-сторможи. Как бы я тебе не нравилась. Алена, ну... Слушай, а вот это странно. Я тебе сказала, ты мне очень нравишься. Когда я пришла, я тебе объяснила, что ты мне не нравилась. Это была правда. Сейчас я реально стормозила. Ну, это смотри. Иногда убивают от любви. Тут, видишь, тут двоякое чувство. С одной стороны, вас поддержать, с другой стороны, вы герседа отпускаете. А-а-а, и с ним лежать. Еще раз. А-а-а, я не знаю. Ничего, мы его поставим на место. Причем тут поставим на место? Просто конфликтов не хочется. Не будет никаких конфликтов. Надо просто поставить на место. Ты что? Нет, я-то с ней нормально общаюсь. Я, во-первых, переживаю за Антона. Я-то с ней нормально общаюсь. У нас... Ты не бойся. Я просто переживаю за Антона и за тебя, потому что у вас какие-то, ну, негативные, да, отношения. Я не хочу, чтобы Антон согласился. Ну, вот как оно может быть позитивным, если вот смотри, только прошло голосование, да, просто берем один день. Каждый человек подошел, да, каждому она подошла и уже сказала, что берегитесь, те, кто голосовал против нее. Берегитесь, там, осторожнее, покупайте беруши, то есть куча угрозных. Ну, покупайте беруши, да, здесь будет... Просто ее никто до слез не доводил, и все. Вот и все. Жанна, ее никто и не доведет. Да? Да. Давайте посчитаем. Да ладно, что разлеглась-то. Так я считаю, шесть голосов было. За кого? За нас. Против них голосов было семь. Против них было семь? Шесть, вернее. А против вас? Не знаю, вот сейчас надо считать. Антон, подруга его, это была, как зовут Лейла? Антон, Лейла, Боня, Степа. И Чуй, пять человек. Пятнадцать голосов. Два из них нейтральные. Нейтральные. Это Сергей и Жанна. Остается тринадцать голосов в борьбе. Да. И получается против того, чтобы мы жили, проголосовали. Ада, Вадим, Моцок, Солнце, Герман, Яна. Это шесть человек. Против Яны Чуй, его никто. Никто. Ну вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Пятнадцать минус девять, это шесть, значит, да? И за то, чтобы все осталось как есть, Алена, Мэй, Степа, Боня, Чуй, Флэйла, Антон. Это семь голосов. И два голоса против Бонни и Степы. Да, неправильно считаю. Ага. Ага. Угу. Ну, ладно. Ну, все равно, Олечка, не расстраивайся. Поздравляю все равно. На этом лобном вы выиграли. Да, конечно, выиграли нас. В этом матче вы первые. Нас взята, как рада. Никуда ты от меня не уйдешь, подруга. Куда от меня денешься? Голосов за то, чтобы осталось все как есть, больше на один получается. Все наоборот. Ну, все нормально. Все здорово. Давай, справиться все как есть. Все нормально. Бывай. Ты уже радовались. Мы тоже. Только что радовались. При подсчете голосов мы допустили ошибку, но Майя и Алена проявили бдительность. Еще раз опросили всех ребят и отстояли таки свое право на элитное жилье, что, конечно же, делает им честь. Ну, а мы увидимся завтра на телеканале ТНТ. И это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. Построй свою любовь.